Субтитры сделал DimaTorzok Да нет, в принципе, только зашел, отдыхаю сегодня, пришел адекватного какого-то человека найти или общение, здесь очень много неадекватного, я рад, что я вас попал Вы нашли, я адекватный, на какие темы беседуете? Пока не на какие, я вас хочу послушать, что вы предложите, обсудим Нет, но на мои темы вы вряд ли будете беседовать Я беседую на научные темы Давайте поговорим про колонизацию Марса или Луны, ради бога нет Ну нет, я беседую на темы ингибирования в гомогенных и гетерогенных средах обычно Вы кто по образованию? Я юрист Юрист? Да А, ну вот можно на юридической темы побеседовать Давайте попробуем Вот допустим, у меня тоже второе образование юридическое, вы какой юрист, цивильный или уголовный? Уголовный А, а и работаете по профессии? Уже на пенсии отработал, да Ну, 30 лет сажа есть Следователь? Бывший следователь, да Старший следователь в особо важном делу Ну, круто В прокуратуре, да? Нет, тогда я работал в главном следственном управлении МВД, да МВД, да Ну, погоны у нас были синие Нет, я когда учился, была еще следствие в прокуратуре А сейчас, то, что называется следственниками, как я понял, это из прокуратуры Создали в прокуратуре следственниками И так же остались органы следствия, остались премвд Ознание, следствия Следствия Премвд, да, при КГБ только до знания и опера у них следствие Или было у них следствие? это вот этих не было у таможенников не было следа седоков у них тогда дознаватели были но понятно вот я всегда задаю специалистом по гражданскому праву такой вопрос и даже доктора наук юридических не могут ответить а вот вы как у вас будет как вы ответе труп это вещь это вещдок а вот есть такое вечное право в гражданском файле помните вечное право то есть вещь определение это значит материальная субстанция обладающие некоторые полезности имеющие там некоторые похищение трупу вообще-то это вообще уголовное преступление они имеют отношению то но там обычно подводит там подводит надругательство над трупом есть такая статья вот под это подводят да но а цена а ценность труп имеет по крайней мере для отправления так сказать ритуалов поминания просто здесь не подвести под кражу ни под 158 не открытое хищение не 161 потому что материальный центр ты не нанес ущерба никому да нет нет вы же это сказали я с вами согласен вот меня что всегда удивляло что практически во всех странах секс с трупом является криминалом но не да вот вот нет 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 кстати точно это это все девиации есть да мы жило что обходят дедико декриминализирована кстати вы знаете сейчас нет мы желаем не естественно она она и не выделяется как вы жило что вызывается секс действий с совершеннолетним нет отдельные статьи за морозов да да надели статьи как как в ссср было бы жило что нет а кстати вот вы вот я с когда спрашиваю не юристов наказывается наказывался ли гомо сексуализм в ссср они отвечают да а на самом деле правильный ответ наказывался только один его вида именно мужеловство то есть генитально-анальный контакт иные виды мужского гомосексуализма не наказывались в отличие от рейха в германии там по-моему любой гомосексуализм оказывался а вы все в третьем рейхе еще были указаны закон о том что любая женщина обязана дать себя любому но это то же самое было при коммунистах в восемнадцатом году калантай проповедовала любая женщина должна дать коммунисту да 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 то же самое причем самое интересное что до 29 года по свободе секса сср был лидером мировым а в 29 резкий реверс запад резко резкая либерализация либерализация сексуальных отношений а в сср наоборот закручивая гаек и именно мужеловство вели что я так понимаю чтобы да кстати контролировать заключенных то есть и сдержать их на крючке замужеловство вот я насколько знаю всегда было женщин больше в россии чем мужчин поэтому я не думаю что у мужчин были какие-то проблемы да ну на зоне как раз это было были проблемы да советское воспитание нет вот самое самое интересное нет но это ну да 99 да но по современному считается девиации да но есть к есть криминальный девяться есть не криминальный девяться я понимаю я я кстати дипломную работу я писал по сексуальной девиации криминальные могут быть и не на меня не на свистину например педофилия это ненасильственное преступление хотя почему-то неграмотные журналисты неграмотные журналисты педофилом называют насильника детей какой он педофил педофил это тот и совершает ненасильственное действие а если насильник он насильник это как назвать сама если идеальная совокупность составов называется по более тяжкого состава то есть хулиган совершивший убийство из хулиганских побуждений он убийца они хулиган правильно так и здесь насильник совершающие насилие на детьми он насильник они педофил хотя по болезни он педофил по медицинскому показанию но юридически он никакой не педофилом насильник не статьи такой нет есть квалифицирующий признак есть просто насильство 10 сексуального характера квалифицирует до очищающих войны но я квалифицирующий признак и эти отягчающие я поэтому говорю это это в статье в этой там третий или четвертый пункт вы калифицирующий признак вот они грамоты журналисты называют его педофилом почему-то но это он пил он педофил по болезни по но это некорректно называть человека по его болезни как субъект преступления это корректно называть в прессе он насильник с квалифицирующим признакам никакой не педофил так же как сейчас называют многих людей там европе или там сша русофобами а на самом деле русофобия это болезнь это боязнь кстати говоря кстати говоря вы перечислились каталожество элизофилия она в россии в континентальной европы не является криминалом а вот у англ зачем мы эту тему с вами затолкнули ну вы с вами нет а вы это меня нет я просто закончу а у англосаксов является то есть 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 специальная статья как бестиолити называется у британцев у канадцев у американцев да в континентальной европе не пишет рано как инцест инцест в россии допустим среди взрослых среди взрослых уголовно не наказываем если и 22 18 плюс а у англосаксов наказываем то есть есть такая статья инцест в америке то есть они они могут штамповать без кодекса в этом заключается прецедентное право то есть есть если приговор суда они могут на него операции если даже в кодексе статьи нет они просто отсылают к решению предыдущего суда и выносят свой решение вот знаете в 90-х был известный случай когда два садамаза немца один по договору письменному съел другого нет не слышал Парфенов показывал целую передачу для 40 минут Парфенов помните такой на медне ел на медне нехорошей передачи но кроме того у него была передача как 11 съел другого по договору они заключили договор письменный и он там расписывал как он в автобусе покупал билет в один конец значит как они это каким каким они какими спецами не посылали его отрезок посыпали его отрезать но это вы сами начали бы сказать ну ладно я просто закончу почему я начал этот разговор что в германии это ему дали за это всего шесть лет потому что был договор он по просьбе до его убил это это вроде как эвтаназия да а а статьи каннибализм нет в континентальной ну нигде нет сейчас статьи каннибализм именно за съедение человека убийство и сидение человека только за убийство можно судить а за каннибализм нельзя то есть а тут убийство если ты нашел труп если ты нашел труп в лесу ты не убил этого человека ты нашел труп ты его раздел и съел ну я не знаю Да, вот тут нет, кстати. А вот англосаксы могут, наверное, сослаться на какой-нибудь 14 века. Да, да, да. И припаять за это. Вот в чем отличается прецедентное право. Прецедентное право, да? Да, да. Ну, кстати говоря, у меня есть юридический ролик. Если хотите, дай мне название канала, заходите, посмотрите. Есть желание. Ну, я беседу, и вот как с вами, да, я веду канал, да. Есть желание заходить, дам название. Давайте подождите секунду, я запишу, где у меня ручка. Сейчас, секундочку. Вот, русская часть названия. Так, сейчас, 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 сейчас. Да, слушаю вас. Вон, внизу написано, месседж пришел. Денклуб. Денклуб, да, вижу. Да, в поиск ютуба вставите, найдете. Денклуб, сейчас, секундочку. По-русски, да? Да. Но это облака ютубовская, такое, украинская? Так нет украинского, есть просто ютуб. Вставите в поиск ютуба в свой. Я понял вас, Денклуб. Я с украинцами, с украинскими юристами, люблю беседовать там по коллизии права. Но это, наверное, я не в курсе. Там есть коллизия права статьи 115-19 Криминального кодекса Украины, а также по бланкетной диспозиции статьи 110. Но это я вам не буду голову забивать. Если интересно, если интересно, посмотрите, там у них вот по вашей специальности, по особо важным, очень такая серьезная коллизия права, вот это то, что я назвал. Ну, посмотрите вам, если вам интересно, посмотрите. Ну, хорошо, спасибо за беседу. Если вопросов больше нет, жду вас на канале, всех благ. Да, будьте здоровы. А вы из Брянска? И вы из Брянска, да? Я сейчас в Брянске, да, командирую. А вообще в Москве живете? Нет, в Тюмени, я от Тюмени. А, в Тюмени. Ну, окей, ладно, всех благ еще раз. До свидания. А соседка, он был совсем не разговорник. Да дураковаляй. Разговаривать, разговаривать. Он так говорит, реально. Почему же тогда, в утилитарном государстве, правильно, утилитарное государство, правильно? Великобритания, утилитарное государство. Германия, утилитарное государство. У них есть один... Там, как все прошло? Ну, в соединенных штатах, я, в этом... В соединенных штатах, федерализация? Федерация. В федерации, федерация, федерация. Ну, в соединенных штатах, федерация, вот так вот, на свыше душу. Да. Да? А как называется? Субтитры делал DimaTorzok 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 Это очень опасно Хохлов и Лёня пока тоже держи на прицеле Они могут перевернуться и нас подставить Дима Торзок Дима Торзок Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок